Значит, запись пошла, и я выведу на экран, на то, где мы остановились. Надеюсь, что вы можете что-то прочитать с этого экрана. Если я правильно понимаю, здесь в этом издании жирным шрифтом выделено, собственно говоря, текст Талмуда, а нежирным – это комментарий, то есть обрамляющий. Ну, и приводится грит. Ну, хорошо, значит, мы остановились на том месте, где Талмуд разбирал, почему, то есть у нас были разные варианты того, почему написано так, а не эдак, почему эдак, а не так, почему приобретение, почему не освящение или отделение. И в конце говорилось о том, что вначале используется язык Торы, а язык Торы – это приобретение или взятие, да, киха. А язык мудрецов – это гэгдэш, то есть посвящение, отделение. И дальше был вопрос, который мы тоже прочитали, почему не написано, что мужчина приобретает и делает женщину обладательницей самой себя, Коне Умакне. И ответ такой, что дело в том, что здесь перечисляется в том числе и смерть мужа. А смерть мужа – это сложно назвать, что он ей предоставляет возможность себя приобрести. Это вроде бы скорее то, что случилось само собой, то есть это смерть. Ну и когда отвечает Талмут на вопрос, почему не сказано, что мужчина приобретает, потому что если бы было мужчина приобретает, то можно было бы сказать, что он приобретает ее в том числе и независимо от ее желания. Но поскольку этого невозможно, то есть необходимо ее согласие, приобретает ее желания. Поэтому сказано иша – никнет. То есть женщина приобретается, исходя из ее желания. То есть мы на самом деле на уровне грамматическом, конечно, можем сказать, что мы не чувствуем особо разницу. То есть что так, что эдак. Почему? Если она никнет, то есть приобретается, то это с ее согласия, а если он ее приобретает, то это без ее согласия. И здесь интуиция языковая наша не вполне совпадает с тем, что предлагает нам Талмут. Но Талмут, скорее всего, и не идет по пути выявления, так сказать, каких-то семантических нюансов, глагола ликнот, а скорее, как всегда, что-то подразумевает. То есть на самом деле здесь не столько филологические штуги, которые выглядят как филологические, сколько некие символические моменты. И вот это, если мы были правы в нашем основном прочтении, что здесь речь идет в том числе о метафоре приобретения народа Израиля Богом или приобретении Торы или земли народом Израиля. Это две женщины. Тора женщина, это Израиля женщина, народ Израиля женщина. Бог-мужчина у нас более-менее почти всегда в Талмуте. В каббалистической литературе будет и по-другому, но в Талмуте Бог почти всегда мужчина, а народ Израиля бывает то мужчиной, то женщиной в зависимости от того, какого рода отношения описываются. И когда здесь говорится о том, что без ее знания Балькурха не приобретается женщина, то, наверное, здесь есть в том числе намек на знаменитый эпизод. Мы, по-моему, об этом говорили, да, когда Бог поднимает гору над народом Израиля и говорит о том, что принимаете Тору хорошо, а не принимаете, значит, здесь ваша могила. И тогда получается, что, в общем, народ Израиля приобретается Богом в каком-то смысле насильно. Но нет, это не насильное приобретение. Ну, возможно, как бы сама по себе вот эта тематика или этот мотив будет в дальнейшем звучать. Но для Талмуда важно показать, независимо от того, насколько здесь, как я уже сказал, филологически это оправданно, показать, что женщина приобретается только мидата, то есть с ее согласия. Хотя само слово дат – это не обязательно согласие. Дат – это понимание, знание, можно сказать, аскама. То есть аскама – это согласие. Но Талмуд выражается именно, используя это слово дат. Тоже не будем сейчас, наверное, рассуждать о том, какие коннотации, собственно говоря, имеют это слово дат. Понятно. Мы на этом, собственно, остановились. И дальше. Дальше сейчас я найду, где здесь это. Вот видите, здесь в самом конце вот я выделил. Вот отсюда, собственно говоря, мы продолжаем. Последние, собственно говоря, два абзаца на этой страничке, потом мы на страничку перевернем. Умай Илья де Танай шалош – литный шлоша. Опять вроде бы Талмуд говорит нам про филологию или про грамматику. Почему же написано шалош, а не шлоша? А где написано шалош? Написано в самом начале лишнего. Сказано аиша не кнет бешалош драхим. Женщина приобретается тремя путями. У нас есть форма числительных женского рода – это шалош как раз, и есть мужского рода – это шлоша. Вопрос слова дырых – это слово женского рода или мужского рода, окончание драхим – мужского рода. Но у нас бывают существительные женского рода, в которых есть окончание мужского. И наоборот, бывает мужского рода – окончание женского рода. Шулхан, шулханод, халон, халонод. То есть окончание вроде бы женского рода, множественного числа, оно существительное является мужского рода. И здесь мудрецы Талмуда, если бы, в принципе, они осуждали в терминах грамматики, они спрашивают, почему использовано числительное женского рода, а не числительное мужского рода. Ответ такой, потому что нужно учить именно слово дырых – путь, дорога, а слово дырых – женского рода. Ну и опять же, они ссылаются, когда говорят о том, что это женского рода. Вот как раз здесь женского рода. Мы переворачиваем страничку данных. И приводится стих, потому что мудрецы Талмуда не могут просто так сказать, что это женского рода, необходимо подтверждение. Подтверждение это они находят, естественно, в писании. И это книга Шмот, 18 глава, 20 стих. И мы давайте, опять же, надеюсь, что вы снарядились. У вас есть Танах под рукой или электронная версия, или еще какая-нибудь печатная. Исход 18-20, 18 глава, 20 стих. Значит, это у нас разделы тролл. И здесь говорится следующее. Давайте контекст посмотрим. Когда Итро предлагает Моисею организовать определенным образом судебный процесс, чтобы он не сидел с утра до вечера, назначил людей, которые бы разбирали мелкие дела и так далее. И вот на другой день сел Моисею. Народ стоял, народ перед Моисеем с утра до вечера. Перед тем, как Итро посоветовал. Ну и вот дело шло туго и так далее. Итро ему говорит, ты стащишься, ты окончательно, и ты народ сей, который с тобой. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Не сможешь ты один совершать это. Теперь послушайся голоса моего, я посоветую тебе, и будет тебе Бог с тобой. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй дело Богу. И объясняем уставы и наставления, и указываем путь, по которому им ходить, и дела, которые им делать. Вот в этом контексте звучит вот этот термин, термин Дерех. И отсюда, собственно говоря, автор этого высказывания заключает, что это женский род. Потому что здесь сказано илху-ва. То есть, пойдут по ней, и вот эта приставка, она, приставка или что это такое, ба. То есть, она является женского рода. То есть, суффикс является женского рода. Ба – это приставка, а эй – это суффикс. Ну хорошо, значит, на самом деле мы видим, что стих, который используется, это стих, который говорит о каком пути? О путях Торы. То есть, Моисей должен объяснить путь, по которому они должны идти. То есть, он должен объяснить Тору, по сути дела, какой путь. Законы для того, чтобы вот эти затем назначенные им тысячи начальники, 100 начальники, 50 начальники и 10 начальники могли каким-то образом рассматривать дела, которые приходится разбирать. Он им должен объяснить, каким образом им судить. А сам должен стать посредником. Но тогда получается, что вот этот дырых, то есть, дорога – это дорога закона, дорога Торы. Ну хорошо, значит, вроде ответили, да? Почему шалуз? Потому что женский род, поэтому шалуз. И тогда Талмуд нам ставит трудность. Говорит о том, что в другом месте. В другом месте где? В другом месте Мишны. В трактате Завим. Зав – это человек, у которого есть какие-то истечения. И вот есть трактат, который так и называется Завим. И к этому трактату, собственно говоря, идет апелляция в данном случае. И там сказано, что семью путями проверяют вот этого самого человека, у которого есть истечение. Семью путями имеется в виду, что есть семь способов или семь вариантов того, каким образом проверить, является ли человек чистым или нечистым. То есть эти истечения, что это за тип истечений. И проверка вот этого истекающего осуществляется семью путями. Но написано там как раз в мужском роде. Бешив Адрахим, а не Шева. И если пути – это женского рода, то надо было бы писать Шева, а не Шева. И что же Талмут на это отвечает? Мишум декабаи лимитный дырых. Ве ашкахан дырых де икры лошон захар. Дехтив бедырых и хадьиц у элеха. У бешив Адрахим янусу лифанеха. И ответ такой, причем интересно то, что язык этого ответа, он, собственно говоря, такой же точно, как и перед этим. «Ибо мы должны учить путь». А путь бывает и мужского рода. И приводится, соответственно, опять стих, в котором путь является существителем мужского рода. И что же это за стих? Сейчас давайте посмотрим. Это стих, где говорится о том, что одним путем они к тебе придут, и семью путями от тебя побегут. Это указание народу Израиля, что если он будет себя вести хорошо, то враги придут одним путем, а то бегут семью разными путями. Ну, то есть, образное выражение по поводу того, что враги, конечно, разбегутся сразу же, если народ будет себя вести правильно. Это дворим 28.7. Давайте мы посмотрим на контекст. Это начало 28 главы. «И будет, если ты будешь слушать голос Господа, Бога твоего, чтобы соблюдать исполнение заповедей, о которых я заповедую, и так далее, и так далее, то все будет с тобой хорошо, будет благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, и плод скота твоего, и так далее. «И поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих против тебя. Путем одним они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. И не спошлет Господь тебе благословения в житницах твоих и во всяких других начинаниях». Здесь тоже путь, но путь почему-то в этом контексте – путь мужского рода, а не женского. Предыдущий путь – это был путь Торы, а здесь путь совсем другой, путь войны, скажем так. То есть это враги, которые напали, они напали, одним путем пришли, и семью путями разбежались. И здесь действительно, почему, откуда мы знаем, что это мужского рода, потому что используется слово «эхад», «дерых эхад», одним путем пришли, слово «эхад» – мужского рода, но так же, как и «шива». А, собственно говоря, и был вопрос, почему не «шива». И ответ такой, что в данном случае это мужского рода. То есть война, условно говоря, сейчас, если отвлечься от, опять же, нюансов чисто грамматических, то на смысловом уровне получается так, что путь Торы – женского рода, а путь войны – мужского рода. Ну, и Талмут говорит, тогда у нас получается странная история, то есть противоречие друг другу, стих, писание, и Мишна тоже противоречит. То есть есть противоречие и в Мишне, и в писании. Почему в Мишне противоречие? Потому что у нас женщина, когда говорится про женщину, она никнет «бешалошдрахим» женского рода. А вот этого человека, который истекает, то есть больной гонореей, условно, да, это больной гонореей, его проверяют семью способами. Вот этот мужской род, он в данном случае относится к путям проверки. А женщина – это пути приобретения. И вот на уровне Мишны у нас получается в одном месте Мишны так, а в другом месте Мишны так. Ну, и на уровне Писания то же самое, да, то есть у нас есть вот Дерех, о котором говорит Моисей, и он женского рода, да, а есть Дерех, то есть путь мужского рода, о котором сказано в книге «Дворим». Ну, хорошо, и что? Ну, хорошо, и что? Ответ такой. То есть стихи нет, здесь никакой сложности нет. Почему? Гаха да битуракай, сколько здесь говорится про Тору. Витора икрай лошонна кива, а Тора – она женского рода. «Дихтиф, турат хашэм та нема, мишеват мапеш». То есть про Тору мы знаем, что это существительное женского рода. И опять же приводится стих, который это подтверждает, из Псалма 19. Да, сейчас посмотрим. А в другом месте, поскольку речь идет про войну. Интересно то, что слово «война» на иврите тоже женского рода, тоже женского рода, и война женского рода, так же, как в русском, да, война тоже женского рода. Но Талмуд говорит, что поскольку именно мужчина воюет, а не женщина, женщина – это не ее путь, если буквально. Талмуд сам использует, кроме всего прочего, вот этот язык пути. «Даркошиль иш», то есть путь мужчины делать войну, а не путь женщины делать войну. И поэтому написано в мужском роде. То есть путь войны связывается с тем, кто осуществляет войну. Войну осуществляет мужчина, и поэтому и путь, которым он идет, путь военный, превращается из женского рода в мужской род. Несмотря на то, что само существительное, милхома, да, женского рода, но путь этой самой войны связан с тем, кто этим путем идет, а этим путем идет мужчина. Это снятие противоречия стихов. Там говорят, нет никакого противоречия, все нормально, да, когда говорится про Тору, говорится в женском роде, когда говорится про войну, поскольку мужчина воюет, говорится в мужском роде. Давайте посмотрим Псалом. Ну, Псалом, в общем, навряд ли нам контекст даст какую-то серьезную информацию, но тем не менее, давайте посмотрим. Это 19 Псалом, 8 стих. И это Псалом Давида. Небеса рассказывают о славе Бога, о деянии рук его повествуют. Это начало. День изо дня предает слово, ночь ночи открывает знания, нет слова и нет слов, не слышен голос их, по всей земле проходит линия их, до предела Вселенной слова их. Солнцу поставил он шатер в них. Не очень понятный тем, да, то есть о чем, собственно говоря, общий смысл. Небеса рассказывают о славе Бога, о деянии рук его, да, то есть это небесный язык, который без слов рассказывает нам о том, что здесь Бог понаделал, да, в этом мире. Но хорошо, что мы посмотрели контекст, да, 6 стих. И оно, как жених, выходит из-под свадебного балдахина, радуется, как храбрец, пробегая. Путь, есть еще и путь. От края небес восход его и обращение его до края их, и ничто не закрыто от тепла его. И это, вроде бы, речь идет о солнце, да, то есть это солнце, как жених, выходит из-под свадебного балдахина и радуется, как храбрец. При этом солнце на иврите, да, оно может быть, в принципе, конечно, и женского рода, может быть и мужского рода, шемеш. Здесь вопрос, каким путем шла Двора. Двора, она пророчица, да, то есть она в каком-то смысле, вы имеете в виду, или она задает вопрос, или она имеет в виду, что Двора вроде бы тоже осуществляла войну, да, там была, она как бы была судьей, да, или, как сказано про нее, что она была пророчицей. Но когда дело дошло до войны, да, то она не сама пошла на войну, да, там действительно воюют мужчины, она руководит этой войной и в каком смысле не столько идет этим путем, сколько указывает идти этим путем мужчиной. Но здесь у нас любопытная, да, история с контекстом этого псалма, где, вы видите, есть и жених, да, и вроде бы это каким-то образом созвучно, собственно говоря, тематике, с которой все начинается, да, уже женщина приобретается и так далее. А вот солнце выходит как жених из-под свадебного балдахина, пробегая свой путь, и, значит, своим теплом покрывает весь мир, ничто не сокрыто от его тепла. А после этого почему-то неожиданно, да, то есть речь шла, вот, Писар рассказывает и так далее, а дальше как раз говорится вот этот самый стих, который цитируется. Тора Господня совершенно оживляет душу, свидетельство Господня верно умудряет простака. Повеления Господа справедливы, веселят сердце, заповедь Господа чиста, освящают очи. Получается, что в самом псалме, видите, есть своеобразный параллелизм, да, то есть солнце все освещает и дает всему тепло, и Тора тоже, она умудряет и освящает очи и так далее, да, то есть, но если солнце, оно как жених выходит из-под балдахина, то про Тору сложно сказать, что она жених, она же вроде бы как невеста, да, но возможно, что в данном случае как раз Тора рассматривается как жених, и возможно, что Тора в данном случае, да, имеется в виду мужское начало. Возможно ли понимать Тору как мужское начало? Ну, конечно, да, возможно, в каком случае? Возможно понимать как мужское начало, если говорить о том, что это то, что относится к Богу, да, то есть мы зависят от того, что мы подразумеваем, да, под Торой. Как говорится в трактате Шаббат, а Бог как бы наслаждается или играет в Сторой все дни, так ангелы говорят. Это замечательная девушка, с которой ты развлекаешься каждый день, как же ты отдашь ее человеку, и она вроде бы оказывается началом женства. И когда Бог передает Моисею, то получается, что народ Израиля, да, в лице Моисея оказывается мужским началом, который контактирует с Торой. Но с другой стороны, если слово понимать, это Тору понимать как слово Бога, а слово это и есть, собственно говоря, тот тип контакта, который осуществляет Бог с миром земным, то, в общем, тогда в этом своем качестве Тора выступает как как раз мужское начало, да, то есть, ну, вот это слово, оно может подразумевать семя, да, то есть, как мужское семя, которое оплодотворяет землю или народ Израиля, да, с помощью Торы Бог в каком-то смысле овладевает этой девушкой, которая является народ Израиля. И тогда действительно Тору можно рассматривать как жениха. Здесь, во всяком случае, вот в этом псалме, да, параллелизм нас заставляет Солнце отождествить, да, поэтически отождествить с Торой, и вот Солнце выходит как жених, и Тора тоже. Но при этом нам что говорится? Нам говорится, что она женского рода. Видите, какая удивительная получается коллизия, которую нам, в общем, предоставляет Талмуд, как всегда, в виде вроде бы простой цитаты. То есть Талмуд как бы хочет доказать, что Тора женского рода. Опять же, почему мы, почему я посмотрел этот раз контекст? Потому что, вообще-то говоря, ну, не меньше сотен стихов можно найти, где Тора женского рода. Почему-то выбирается именно этот, да, то есть, хотя из псалма, да, хотя можно было выбрать, ну, я же говорю, можно открыть конкорданцию, посмотреть, и речь идет про Тору. Ну, я убежден, так, навскидку говорю, но я убежден, что не менее сотни примеров, где Тора из контекста понятно, что само слово Тора – это женского рода. Но выбирается именно этот стих, и он выбирается, как мы видим, не случайно, да, то есть, по сути дела, вот это мерцание, да, или некая неясность, да, что какого рода, которая, собственно говоря, и началась, да, собственно говоря, когда Талмуд начал нас спрашивать, почему шалош, почему не шалоша, почему женский род употреблен, а не мужской род, по сути дела, он сразу же под сомнением поставил, а у нас есть четкое понимание того, где здесь мужской род, а где женский род, или нет? Вот, собственно говоря, в чем был вопрос. И действительно, если иметь в виду вот этот метафорический подтекст, то у нас нет этого самого четкого понимания, потому что, на самом деле, вот эти смысловые слои, они как бы, да, пласты смысловые, да, они накладываются друг на друга. И, как я уже сказал, народ Израиля может выступать, видите, и как в женском роде, и в мужском роде Тора может выступать, и в женском роде, и в мужском роде. Ну, и, возможно, что и, соответственно, символика того, что происходит в отношениях между мужчиной и женщиной, когда происходит это самое взятие киха, да, или кедуш, да, кедушин, собственно говоря, как и называется наш трактат. Вот эта символика может, оказывается, быть неоднозначна. То есть мы говорили о том, что, возможно, да, вот мужчина освещает, отделяет женщину. И это параллельно, или это репрезентация, да, то есть этот его акт является репрезентацией того, как Бог отделяет народ Израиля как женщины к себе. Но оказывается, что это может репрезентировать, может быть, что-то иное. То есть это может оказаться репрезентацией других вот этих символических фигур, которые, собственно говоря, здесь в подтексте присутствуют. И мы видим, что это может немножко поплыть в каком-то смысле, да, мужеско-женский расклад. И Талмуд, собственно говоря, нам об этом говорит. Поэтому вот этот стих, который здесь приведен, он подобран, я предполагаю, да, очень тщательно. И, безусловно, подразумевает вот этот самый контекст, который мы с вами открыли. Хотя редко, как нам контекст псалмов или книги Мишлей, притч помогает в чем-то. Но в данном случае как раз помог вскрыть тот подразумеваемый парадокс, который, собственно говоря, выражен благодаря цитате. Ну, хорошо, значит, это было решением того, что в Писании все нормально. Теперь про Мишну. Это у нас было про Писание. В Писании у нас пути могут быть мужского рода, женского рода, если про то, женского рода, если про войну мужского рода. А в Мишне тоже, там говорят, тоже нет противоречий, несложно. Нам теперь говорят, что и в Мишне тоже нет никаких противоречий. У нас противоречие было в чем? Когда речь в нашей Мишне используется числительное женского рода, а в Мишне про человека, болеющего гонореей, или, по крайней мере, подозреваемого в том, что у него гонорея, там говорится, ну, не обязательно гонорея, а гонорея как общее название. То есть, есть течения, там могут быть разного рода. Но его проверяют, значит, на вот того, является ли он чистым, или эти течения делают его ритуально нечистым. И там мужской род. И теперь нам Талмуд говорит, что все нормально. Поскольку здесь речь идет про женщину, то используется числительное женского рода. А там речь идет про мужчину. Ну, поэтому используется числительное мужского рода. Сказали, ну, подождите, ну, там же и там, и там путь. А путь? Что? А путь бывает? Ну, вот, оказывается, путь бывает и женского рода, и мужского рода. И, по сути дела, использование числительного зависит не от самого существительного, а зависит как бы от субъекта действия, которое по этому самому пути идет. Если здесь у нас речь идет про женщину, то используется женский род, а там используется род мужской. Мы могли бы, конечно, еще и подумать относительно связи между вот этими двумя, так сказать, событиями. То есть мужчину проверяют, а женщина приобретает. Причем, помимо всего прочего, Талмуд нам говорит, что, в принципе, когда говорится, что проверяют, то вот эта проверка, она ведь на самом деле, можно было бы сказать, что, ну, хорошо, проверка, проверка, проверяют человека истечения. Но зачем-то Талмуд добавляет, что путь мужчины не быть проверяемым. То есть, наоборот, путь мужчины быть проверяемым, а путь женщины не быть проверяемым. Почему путь женщины не быть проверяемым? Потому что женщина, как бы, независимо от своего желания, может оказаться нечистой. Причем здесь это сказано, «иша нами беонес метам а». Беонес – это как бы насильник. Женщина может оказаться ритуально нечистой, насильник. А мужчина, получается, ненасильник. Что значит ненасильник? Ну, имеется в виду, по-видимому, как бы месячник. Женщина хочет, не хочет женщина. У нее, как бы, истечения являются регулярными. Ну, и в каком смысле, независимо от того, хочет она этого или не хочет. У нас, правда, другое используется слово, у нас по поводу «хочешь, не хочешь», там у нас уже было. То есть, она приобретается только тогда, когда она согласна, а не насильна. Ну, там другое слово, да, там не было слова «онес», там было слово «балькарха». То есть, как бы, это тоже, в общем, означает «сильно», но этимология другая. Здесь «беонес». И поэтому получается, что если наступают месячные, то женщина, ну, не нужно ее проверять, а месячные, месячные, все ясно, все она, значит, является ритуально нечистой. А мужчина, у которого эти истечения являются чем-то исключительным, его нужно проверить. Поэтому в этом смысле путь мужчины быть проверяемым, а путь женщины не быть проверяемым. Естественно, что только в определенных случаях, потому что есть случаи, когда и женщина тоже должна быть проверяема, если тоже есть какие-то неожиданные, так сказать, истечения и так далее. Тем не менее, вот Талмуд решает нам упомянуть про вот это отличие и акцентируя на вот этом самом слове «ботким», в Мишне, в Мишне про человека, у которого есть истечение, значит, этими семью путями проверяют этого способами, мы бы сказали, проверяют этого человека, у которого есть истечение. Мы видим, что вот это запараллеливание, что ли, мужчины и женщины, оно продолжается Талмудом, потому что, вообще-то говоря, можно было бы сказать, что не упоминать вот этой проверки, правда же? То есть, можно было бы сказать, там мужчина, а здесь женщина, женщина приобретается, а мужчину проверяют. Причем здесь проверяется женщина или не проверяется женщина. Но Талмуд, опять же, используя слово «дырех», о котором идет речь, говорит, что женщина обычно не проверяется, не путь женщины быть проверяемой, а путь мужчины быть проверяемой. Но наличие истечения делает его в чем-то похожим на женщину, а в чем-то все-таки отличной от женщины. Ну, хорошо, значит, это такой первый, что ли, круг, который мы прошли. А дальше Талмуд задает следующий вопрос, и он продолжает задавать вопросы вот такого якобы грамматического или филологического плана. Сейчас тут есть вопрос. Возможно, о других частях трактата, в этом говорится, именно о природе мужских истечений. Ну, конечно, вот этот трактат, как раз ссылка на трактат, который так и называется «Зовим». Но там, кстати, не только о мужчине, но и о женщине, о разных истечениях. Ну, там неважно, какая, Илья спрашивает, интересная глубина, глубинная природа приписывается таким истечениям. Не знаю, не могу сейчас ответить, какая глубинная природа приписывается этим истечениям. То есть ясно, что те или иные истечения, они являются истечениями, которые делают человека ритуально нечистым. Ритуальная нечистота, как мы знаем, это некая связь со смертью, и поэтому там менструальный цикл у женщины – это гибель яйцеклетки. Не знаю, насколько мудрецы Талмуда в таких терминах понимали это. Но понятно, что если женщина находится в этом состоянии, то она не может родить. И в этом смысле отсутствие рождения или отсутствие возможности забеременеть, о которой уж точно они знали без относительной яйцеклетки, является в каком-то смысле неким аналогом смерти. Ну, и точно так же у человека, у которого есть истечение, то есть он не может, его семя не плодотворны, и поэтому он оказывается ритуально нечистым. То есть это вот эти все явления, они рассматриваются вот в этом фарватере, фарватере ритуальной чистоты или нечистоты, то есть, по сути дела, связи со смертью. Ну, дальше Талмуд задает следующий вопрос. Талмуд задает новый вопрос. Они говорят, ну, хорошо. Значит, так, не сорвался этот текст еще раз. Талмуд говорит, что, ну, хорошо, вы нам объяснили, все прекрасно, да, почему Шалош, потому что Драхим, почему женского рода числительное, потому что здесь путь, а путь бывает женского рода, бывает мужского рода, но здесь женского рода, потому что здесь еще и женщины, все хорошо, все понятно. Но почему, в принципе, учили здесь путь? Могли бы учить вещи, да, тремя вещами, не тремя путями, а тремя вещами. Нетный дворим. Вот эти похожие слова. Шлуша дворим тогда было бы, а не Шалош Драхим. Потому что Давара – это точно мужского рода, и тогда числительное было бы тоже мужского рода. Опять же, да, мы можем сказать, чего они прицепились-то? Чего они прицепились? Ну, мы видели, что здесь, в первом круге рассуждений, мы выявили много чего, да, то есть они недаром прицепились, они прицепились, собственно говоря, к расплывчатости вот этих самых, как мы бы сегодня сказали, гендерных символики, да, гендерной принадлежности того или иного момента, да, то есть, по сути дела, вот этой расплывчатости символического уровня мужского и женского. Ну, это я называю символическим уровнем, да, ну, 30-х, ну, да, как-то, видимо, это называли иначе, но подразумевали, по-видимому, это, да, и вот это само сомнение или постановка вопроса относительно того, что здесь у нас мужское и женское каким-то образом подвижно, скажем так, да, это, собственно говоря, и был вопрос вот этого первого круга. А теперь у нас пути и вещи. Вот эти пути и вещи, возможно, являются выражением еще одного какого-то подспудного рассуждения, которое мы сейчас попробуем встрыть, я не знаю, удастся или нет, сейчас посмотрим. Нам говорят так, нам отвечают так, почему учили именно пути, а не вещи, потому что речь идет про половой акт, а половой акт называется путем. Сейчас мы перелистываем, да, это как раз мы здесь, ну, или вот мы теперь сюда, вот путем. Называется путем. И дальше приводится, естественно, опять же, стих, который это подтверждает. Это стих из Мишлей, как раз, да. Ну, поскольку у нас в прошлый раз оказалось, что имеет смысл взглянуть в псалом, давайте попробуем взглянуть и в Мишлей, тоже может быть. И в Мишлей нам тоже кто-то станет более ясным. Значит, это Мишлей, 30, 19 и 20 стих. 30-е гурва, 19 и 20 стих. Значит, здесь оно начинается довольно редким введением, да, это слова некого Агура, сына Яки, который говорит, ведь я невежда между людьми, нет у меня разума человеческого, и не научился я мудрости к познанию святого, не имею. Кто взошел на небо и снизошел, кто собрал ветер пригоршнями своими, кто завязал воды в одежду, кто поставил все пределы земли, как имя его и как имя сына его, знаешь ли? То есть он, как бы, этот агур, не понимает, кто управляет, да, не знает ничего про Бога, вроде бы. Хотя дальше говорит, всякое слово Бога чисто, он щит уповающих на него. То ли он вроде не знает, да, не умудрен в познании святого, а с другой стороны, вот кое-что про это говорит. Ну и дальше он, несмотря на то, что такой вроде представил себя невеждой между людьми, да, дает какие-то советы, там, суетуй, ложь удали от меня, нищеты, богатства не давай мне. А, это он к Богу обращается, чтобы Бог ему удалил суету и ложь. Дабы я не присытился и не отрицал и не сказал, кто Господь. Только что он это говорил, правда, кто Господь. Он себя подопрошал, да, теперь он говорит, что давай-ка как-то так сделай, чтобы не было у меня этого вопроса. И дальше говорит так, я немножко пропускаю. здесь знаменитая есть фраза, у пиявки две дочери, давай, давай, трое ненасытных, это такие как бы афоризмы, да, трое ненасытных, четверо не скажут, хватит, и кто же это? преисподняя, бесплодная утроба, и земля не насыщается водой, а огонь не говорит, хватит, да, то есть это трое ненасытных, преисподняя, бесплодная утроба, и земля, которая никак не может насытиться водой. Ну, и тоже знаменитая, путь орла на небе, путь, да, это три вещи закрыты для меня, четырех не знаю, путь орла на небе, путь змея на скале, путь корабля среди моря, и путь мужчины у отроковицы. Опять же, здесь есть путь, да, и видите, хорошо, что мы опять же посмотрели контекст, хотя обычно это не помогает, в данном случае, очень даже помогает, потому что, в общем, здесь речь идет как раз о пути мужчины у отроковицы, или у отроковицы, да, и как раз путь, да, здесь упомянут, таков путь жены прелюбодейной поела, обтерла рот свой и говорит, не сделала я удовольствия, ну, то есть нам приводят доказательства, того, что половой акт называется путем, вот из этого самого места, причем здесь этот путь, он как бы тоже двойной, потому что в 19 стихе это путь мужчины у отроковицы, тогда получается, что это путь, которым мужчина овладевает отроковицы, предположим, да, а второй такой путь жены прелюбодейной, а путь жены прелюбодейной это, ну, в каком-то смысле мы можем сказать, что в первом случае этот акт, это инициатива мужчин, а в втором случае это инициатива женщины, или по крайней мере, да, ее явная желание, прелюбодейная жена, причем здесь прелюбодейная, замужняя женщина, которая идет таким путем, да, каким путем, то есть путем, собственно говоря, прелюбодейной. Ну, естественно, что возникает вопрос опять, да, собственно, что нужно было доказать Талмуду? Талмуду нужно было доказать, что слово би-а, то есть половой акт, называется путем. Тоже навскидку сейчас не скажу, какие стихи можно было бы использовать, но тот стих, который используется, он используется в каком-то смысле не совсем корректно, так я скажу, да, почему не совсем корректно, потому что самого слова би-а здесь нет, а в принципе слово би-а, там, лаво, или ша, и так далее, это довольно часто употребляется в Писании, да, то есть производные от этого слова глагол или учительный, вполне можно найти, опять же, не будем сейчас проверять меня, так, навскидку, например, да, то есть когда Яков должен получить Рахель, он говорит, ну, давай, я все, я служил свое, да, и хочу получить Рахель и войти к ней, там как раз вот это слово лаво, да, то есть я должен к ней прийти, потом, как вы помните, получает он Лею, а не Рахель, и не помню точно, но такое у меня ощущение, что лаван говорит, что ну, таков путь у нас, да, то есть нас не принято, вот слово непринято, то, что на русском переводится как непринято, по-моему, он использует как раз слово дырых, что так у нас типа не поступают, чтобы отдавать младшую прежде старшей, можно было бы использовать это, да, и там есть это слово, есть слово бия, а здесь его нет, здесь нет слова лаво, бия, да, то есть здесь есть просто путь, то, что этот путь является половым актом, мы догадываемся как бы из контекста, но дело в том, что собственно половой акт тоже по-разному быть выражен, не обязательно есть слово бия, есть слово леволь, например, баль, баль, это в общем обладающий, обладающий в каком смысле, вот именно в таком смысле, то есть поэтому можно как бы было бы подобрать и другие стихи, скорее всего, которые подтверждали бы вот тот тезис, что путь и половой акт это в каком-то смысле слова, выражения взаимозаменяемые, да, и поэтому здесь, поскольку в нашей Мишне речь в том числе идет про половой акт, как-то я напомню, тремя путями, да, это деньги, документы, плавая акт, то поэтому, собственно говоря, употреблено слово дырых, путь, а не слово довар, вещь. Но вот этот контекст, да, он указывает на что? Он указывает на разнонаправленность, так бы я сказал, разнонаправленность этого самого пути и с какой-то стороны его ну проблематичность, да, то есть вот здесь подлюбодейка вдруг упоминается, да, обтерла рот, говорит, не сделала я худого, а с другой стороны неизвестен этот самый путь, подобно путь у орла на небе и змея на скале, так и путь мужчины в отраковице, если буквально, да, здесь переводится у отраковица, здесь ба-алма, бе-алма, в девушки, да, поэтому здесь возникает вот эта самая, я бы так сказал, проблематизация или нюансировка, собственно говоря, самого акта, да, акт сам по себе, ну, ну так, да, то есть проблематичен, сокрыт, неизвестен, если я не знаю этого самого пути, то как же, собственно говоря, можно таким путем приобрести женщину, если этот путь неизвестен, что имеется в виду, не очень понятно, да, в самом этом стихе, когда говорится, что я не знаю этот путь мужчины в отраковице, ну, а путь женщины приводения как раз очень даже понятен, но это путь как раз другого рода, да, который является в каком-то смысле следствием, да, следствием как раз бракосочетания, если бы не было бракосочетания, то не было бы и прелюбодеяния в каком-то смысле, да, то есть женщина свободная, она не называется в описании прелюбодейкой, прелюбодеяние относится исключительно к женщине замужней или к женщине, которая отделена на кудэши, да, вот этот самый кедушин, как эгдыш, да, отделен от, так сказать, использования кем бы то ни был другим, так мужчина отделяет женщину и в тот момент, когда он ее отделил, становится возможным это самое прелюбодеяние, пока этого не произошло, нет никакого прелюбодеяния. Да, Женя задает вопрос, не очень я понимаю этот вопрос, зачем нам Талмук говорит это слово мужского рода, а другое женского рода, видно, что проводится какая-то параллель с текстом, и это не просто так сообщается. Ну да, я же как раз и объяснил, когда мы говорили про три мужского рода и три женского рода, в прошлый раз мы поняли, зачем это приводится и почему не просто так. А сейчас пока мы не очень понимаем, пока мы понимаем только, что возникает некая проблематизация на другом уровне, там были мужское и женское, а теперь путь и вещи. Спросил Талмук, зачем же Талмук Мишна говорит на языке, используя слово путь, а не использует слово вещь. Она могла бы сказать тремя вещами, женщина приобретается, а не тремя путями. Какими тремя вещами? Правым актом, деньгами и документом. Талмук отвечает, нельзя было так сказать, потому что полога акта это не вещь, это путь. Можно? Просто мы текст и так понимаем, когда его читаем. Просто зачем еще нам добавляют, что обратить внимание, что вот это слово женского рода, это мужского рода, чтобы что? Чтобы мы тоже как-то это учитывали и запараллеливали. Я же объясняю, чтобы что как раз. Чтобы что? Чтобы возникли какие-то новые мысли у нас. Мы читаем текст, мы прочитали, мы бы, собственно говоря, и пошли дальше. Правда? Смешнее написано. Тремя путями женщина приобретается. Очень хорошо, все понятно. Закон. Что делает Талмуд, когда он спрашивает про грамматику, вроде бы. на самом деле, спрашивая про грамматику, он вскрывает определенного рода смысловые пласты, о которых мы сейчас как раз говорим. Да, но мы пока не разгадали именно то, что... Почему? Первый мы разгадали вполне даже. Почему? Женского рода или мужского оказывается в итоге? Да, да. Про первый круг, когда речь шла про три женского рода или три мужского рода, мы поняли, что Талмуд нам указывает на то, что сам акт приобретения женщины и мужчины, он является каким? Мужское и женское здесь не очень понятно на символическом уровне. То есть, оно плывет. Вот зачем Талмуд задал этот вопрос. И вот он нам его и как бы ответа, конечно, нет, но есть, по крайней мере, есть вот это указание. Что Тора, например, оказывается, может быть, мужского и женского рода. Что здесь происходит? Происходит репрезентация того, как Бог берет народ Израиля или, например, репрезентация того, как Тора проникает в народ Израиля, как семя. И тогда это мужское. Это то, что я сказал про поводу первого круга. Второй круг мы только начали, мы еще не поняли. Второй круг мы еще не поняли. Хорошо. Но вы спрашиваете, правильный вопрос задаете, зачем Талмуд морочит нам голову? Вроде все понятно, в Мишне все понятно. Зачем Талмуд морочит нам голову? Причем он морочит нам голову на уровне вопросов, которые выглядят как вопросы чисто грамматического характера. Почему штору это? Почему не женский род? Почему путь? Почему не слово или вещь? Почему употреблено так, а не употреблено это? Надо сказать, что в скобках я замечу, скоро Женя подняла этот вопрос, что сам по себе вот этот что ли метод тщательного взвешивания каждого слова он в дальнейшем, мы видим, сейчас он встречается в Талмуде, в дальнейшем он становится методикой чтения, в том числе чтения Талмуда, то есть такая школа сефарского июна во главе с Ицхаком Кампантоном это 15 век Испания как раз разрабатывает такую методику в каком смысле медитации над каждым словом. Почему сказано так, а не сказано эдак? В предположении, что Талмуд здесь Талмуд предполагает, что Мишна, это чрезвычайно выверенный текст, хотя на самом деле это не совсем так, то есть Талмуд, как мне кажется, это спорный вопрос, то есть как мне кажется, Талмуд здесь не предполагает, что Мишна это выверенный текст, и здесь каждое слово как бы взвешено, и почему шалош очень важно, а не шлоша и так далее. Скорее Талмуд развивает на этом тексте свою своеобразную рефлексию относительно того, что здесь могло бы подразумеваться, нежели предполагает, что Мишна является вот таким вот текстом. Но когда Медраж, например, обращается к Тори, мудрецы Талмуда обращаются к Тори, они, конечно, это подразумевают, что Тора сакральный текст, поэтому нет ничего лишнего, и каждое слово нужно взвешивать, смотреть, почему так сказано, почему эдак сказано. Здесь в каком-то смысле Талмуд имитирует вот эту методику Медража, как мне кажется, имитирует, а вот Ицакампантон потом применяет такого же рода методику к чтению Талмуда, уже сакрализируя Талмуд. Талмуд представляется для изучающего его вот таким выверенным текстом, где я могу действительно каждое слово взвешивать и говорить, почему так, а не эдак, почему именно так сказано, а не это было в скобках замечание, в скобках по поводу самого этого вопроса. И мы дальше продолжаем, у нас второй круг, который должен что-то тоже нам прояснить. Пока мы поняли то, что возникает проблематизация самого полового акта. Мы могли бы сказать тоже изначально, почему половый акт здесь присутствует, понятно, деньги, понятно, документы. поскольку речь идет о приобретении, приобретение это в общем символический акт. Поэтому понятно, можно платок передать, не знаю, что-то еще, знаете, например, как во время перед Песахом продают что-то, как человек продает свой хамец, поднимем какую-нибудь ручку или еще что-то, то есть возникает некий такой как бы что-то вроде какого-то акта, который должен собственно говоря обозначать переход из одного владения в другое. Половой акт в этом смысле немножко другая история, да, то есть в общем не совсем формально какое-то действие, которое можно с помощью монетки, да, вот монетка, понятно, все нормально, кольцо там, да, как одевается кольцо, например, да, есть разного рода такого рода действия, в этом смысле половой акт стоит как бы особняком, он немножко выделяется, да, на этом фоне, там у меня есть документы писали, да, вот все нормально, теперь что-то здесь половой акт, и вот собственно говоря за счет вот этого вопроса, почему сказано дэрэх а не давар, дахим а не дворим, там собственно говоря эту проблематику и вскрывают, и теперь оказывается, что когда мы посмотрели в контекст, мы видим, что контекст говорит нам о проблемности, проблемности этого действия в качестве формального акта, да, то есть здесь ряд проблем, во-первых, это нечто сокрытое, как путь орла на небе, или путь смены, а с другой стороны, это то, что ведет к прелюбодеянию, то есть это некое действие, которое за собой может повлечь соответствующее преступление, почему я об этом говорю, и почему я говорю о том, что незамужняя женщина не может осуществить прелюбодеяние, ну, потому что то же самое, если мы вспомним про все вот эти символические треугольники или четырехугольники, да, даже не про все, хотя бы про один из них, да, народ Израиля и Бог, если бы Бог не взял народ Израиля, не отделил его от других народов, то народ Израиля не мог бы то, его поклонение, предположим, идолам, оно не считалось бы прелюбодеянием, оно имело бы другой статус, да, поэтому здесь вот такого рода подтекст, да, то есть вот эта прелюбодейка, это в том числе предположим, народ Израиля, да, который теперь отделен, вопрос, каким образом он отделен, он отделен с помощью денег, с помощью документа или с помощью полового акта, да, с помощью полового акта мы видели в трактате Шаббат, да, что описывается дарование Торы именно как полового акта, да, и Тора описывается как слово Бога, которое подобно молоту, то есть фаллосу, да, то есть вот это мужское начало Торы, о котором мы только что говорили, да, но в таком случае это с одной стороны то, что сокрыто и непонятно, с другой стороны это то, что превращает в каком-то смысле эту женщину, народ Израиля предположен в прелюбодейку. Я сейчас сказал только про один из возможных символических пластов, как мы говорили уже возможны и другие. Ну, хорошо, это пока мы не дочитали до конца вот этот круг с Драхим дворим. Талмуд дальше говорит «Ха-тейнах-би-я кэсэфу-штар-ма и-ка-ли-мей-ма». Ну, хорошо, говорит Талмуд, это по поводу полового акта, а что ты скажешь про деньги и про документы? И отвечает «Мишум-би-я». Это из-за полового ата. Почему? «Вы-таны-тарты-ат-у-хада»? И что из-за одного мы как бы нагибаем двух? Потому что и деньги, и документы это дворим, это не Драхим, это не пути, а это вещи. А вот полового акта это путь. И что же мы из-за одного пути наклоняем два две вещи? Такой вопрос. «Ха-нах-на-ми-цар-э-бия-ни». И тогда ответ такой, что на самом деле эти две вещи, они ведь на самом деле для чего? Для полового акта, да, в конце концов, в итоге женитьба, она подразумевает этот самый половой акт, и поэтому и деньги, и документы, они, вообще-то говоря, для этого предназначены, и поэтому получается, что половой акт является доминирующим, и тогда мы используем слово «путь», а не слово «вещь». А хочешь, скажи так, что это то, что говорил раби «раби Шимон». То есть чья? Чьё это высказываем? Не высказываем раби Шимон. Почему раби Шимон? А дитания, ибо мы учили. раби Шимон в другом месте, да, в Филибарайту, где раби Шимон говорил, почему Тора говорит, когда возьмет мужчина женщину. У нас уже этот стих был, да, как раз про вот это взятие. Почему не написано в Торе, видите, теперь вот такой же вопрос, только что я как раз про это говорил, да, теперь вот этот вопрос взвешивания каждого слова раби Шимон обращает как раз к Торе. Он говорит, почему не сказано, что и взята была женщина для мужчины. Именно мужчина берет, а не женщина берется. Мипнейши даркоши ишли хазер илеша. Потому что путь мужчины ухаживать за женщиной. Вейн даркаши илеша но не путь женщины ухаживать за мужчиной. То есть мужчина возьмет, а не женщина будет взята согласно рабящему шимону. Почему? Потому что мужчина как бы играет активную роль, а не женщина. Женщина не ухаживает за мужчиной, мужчина ухаживает за женщиной. Но мы тогда могли бы сказать, тогда и здесь, но в нашей мишне сказано, что женщина приобретается. До этого как раз про это говорили, что почему не сказано, что мужчина приобретает. Стараюсь бы шимону, надо как раз именно это сказать. Но сейчас посмотрим, что дальше. И по-видимому раби Шимон приводит притчу или пример с человеком, который потерял, что-то потерял. Ну и кто же, собственно говоря, за кем ухаживает и кто кого ищет. Ясно, что что-то потерял. Он за своей потерей и он ее ищет. То есть получается, что мужчина ищет женщину как своего рода потерю. Мужчина потерял женщину, а не наоборот. Женщина здесь приравнивается к его потере раби Шимон. И надо сказать, что ответы на вопрос наш, почему тогда в нашей Мишне не сказано, что женщина, что мужчина, согласно раби Шимон, почему не сказано, что мужчина приобретает женщину, непонятно. Этот вопрос мы можем обращать в Талмуду, но ответа на нет. То есть ответ, конечно, мы можем вернуться к тому ответу, который давал, что не сказано конэ, потому что она должна согласиться, сказано не конэ. Хорошо, так тогда то же самое можно было бы сказать и про Писание, потому что Писание сказано как раз и возьмет мужчина женщину, я могу сказать то же самое, может взять ее без ее согласия, чтобы каким-то образом отметить ее согласие, надо было бы сказать, что она берется, так же как сказано в Мишне, что она покупается. Поэтому вот эту барайту, которую здесь привели от имени раби Шимона, она, собственно говоря, особо ничего не объясняет. Она какая-то наоборот смущающая, потому что в принципе, например, если мы прочитаем Раши, давайте посмотрим, что у вас, то есть у нас что в переводе об этом говорится. Как я уже говорил, переводчик следует комментарию Раши в этом издании. вот видите, вот здесь. А если хочешь, скажи, как раби Шимон, как учили. Раби Шимон говорит. Почему Тора говорит, если возьмет мужчина женщину, а не написано, если женщина будет взята, приобрета мужчина. Потому что путь мужчины искать жену. женщину, но не женщина ищет мужа. Здесь так переведено. Это подобно человеку, которого пропала вещь, в общем все то же самое, а не наоборот. Так и жена считается потерей мужа. Ну хорошо и что? Поэтому Тора говорит, что муж берет жену, что означает, что все зависит от мужчины. И поскольку, согласно мнению Раби Шимона, посвящение делается по обычаю людей, по установленной практике, то и Мишна использует слово путь. Видите, это комментарий Раши, видимо. сейчас прочитаю, чтобы мы убедились в этом. Да, это комментарий Раши. Раби Шимон и Деамар Орха де Ар Аш Аях Деу. То есть получается Раши пытается, видите, что делает Раша, Раша пытается вот этот фрагментик с Раби Шимоном, который вообще-то говоря, ну скорее ставит проблему, нежели отвечает на вопрос. У нас вопрос был какой? Почему сказано Драхим и не сказано Дворим? Первый ответ. Драхим, потому что половой акт называется Дерех, путь, а остальные три, они тоже для собственно полового акта и поэтому собственно путь здесь более уместен, потому что речь идет как бы о процессе, а не о вещи, благодаря которой собственно совершается некая процедура. А второе мнение, говорят, а хочешь скажи как Раби Шимон? И Раби Шимон по идее вот в этой барайте должен был объяснить, почему исходя Раби Шимон ничего не должен был, конечно, никому. Талмуд приводит эту барайту как объяснение того, почему используется слово Дерех, а не слово Довар, вещь. В словах Раби Шимона вообще ничего нет, ни про Дерех, ни про вещь. Раби Шимон как раз говорит про то, как сформулирована история взаимодействия мужчины и женщины. Там мужчина берет женщину, а не наоборот. И приводит притчу, пример, что женщина является потерей, мужчина за своей потерей бегает. Мы, конечно, на символическом уровне, если мы вспомним про символический уровень, все замечательно, на символическом уровне у нас получается, что на самом деле не столько народу Израиля нужен был Бог в качестве мужа, сколько Богу нужен был народ Израиля. То есть в каком-то смысле для Бога народ Израиля является потерей, которую он ищет. Кто ухаживает за тем, Бог ухаживает за невестой, а не наоборот. Так что на символическом уровне как раз это очень важное высказание, потому что безотносительно решения конкретных проблем. А на уровне решения конкретных проблем мы непонятно. И Раши идет на германифтическое ухищрение. Он говорит о том, что здесь подспудно в этом примере лежит неявно, сам Рабишем он об этом не говорит, но подразумевает некий путь земли. Дерехеретс. Дерехеретс это как бы обычай среди людей. И поскольку обычай среди людей таков, что мужчина значит ухаживает за женщиной, то здесь употреблено слово Дерех, а не слово Довар. Но при этом Раши словно не замечает, что согласно вот этой барайте раби Шимона должно было написано, что Иш Коне, а не Иш Аникны, Мужчина приобретает а не женщина приобретается, потому что его вопрос именно такой, почему не сказано, что женщина берется, а сказано, что мужчина берет. То есть ответа на вопрос формального почему путь, а не вещь, в словах Раби Шимона нет. Его слова приводятся как бы «А если хочешь, скажи?» «Если хочешь, скажи?» В итоге отвечает мне на поставленный вопрос, а дает нам вот этот дополнительный смысл на, опять же, уровне символическом, если, конечно, мы правы в том, что мы его, ну, мне кажется, что здесь нет особо никаких сомнений, наверное, ни у кого из нас, что этот символический уровень здесь присутствует, мы в прошлый раз его вскрыли с самого начала, то есть с самого начала он наличествует. И тогда вот эта барайта Раби Шимона добавляет вот этот самый момент, момент того, что скорее кто кому нужен, кто чья потеря, народ Израиля или человек в каком смысле, да, в широком, является потерей Бога, а не наоборот, не не так, как говорил, да, например, Гешин, да, что человек ищет Бога, там, не знаю, современный философ, да, человек ищет Бога, находит его и находится в поиске, нет, не человек ищет Бога, Бог ищет человека, да, то есть это для того, чтобы его приобрести взять, да, то есть это важная мысль, которая здесь подспудно присутствует и которая возможно, собственно, наш, ну, мы, собственно, и затормозились на этом, да, потому что, вообще-то говоря, это Боретто не отвечает на поставленный вопрос. Так, ну, хорошо, наверное, мы здесь остановимся, пожалуй, потому что сейчас здесь пойдет еще один круг, который связан уже с другой смешной, которая уже была, а именно с вот этим самым человеком, который, у которого есть течение, и которого проверяют семью путями, да, и теперь, естественно, постановка вопроса Талмуда будет какой? Почему в этом случае употреблено слово Драхим, то есть пути, а не слово Дворим, вещи? Предположим, что в отношении женщины мы поняли в нашей Мишне, почему Драхим, а почему там указано Драхим, мы пока не поняли. Мы поймем это, стало быть, в следующий раз. Если у вас есть какие-то вопросы замечания, то пожалуйста. Нету. Спасибо. Если есть минута, я могу просто... Да, да, есть, конечно, я специально... Вопросы? Собственно говоря, кто такие предатели? Предатель, строго говоря, это тот, кто присягал и потом изменил присяг. Вот, строго говоря, кто предатель. Вот я, например, точно не предатель, потому что я, и находясь в России, критиковал Путина... Это не у меня. ...в момент, когда он пришел в власти и организовал митинги в поддержку... Это у Марка. А, да. Продолжение моего вопроса про природу. Да. Илья, у вас выключен как-то звук? А, потому что вы, видимо, всем выключили. Еще раз... Нет, я не всем выключил. Ну, в общем, включил, извиняюсь. Да. В трактате Брахот мы обсуждали связь различных напитков и еды и состояние человека. Ну, там, какая-нибудь селедка там лечит заболевания кишечника, а там холодная так, горячая так, свекла там. Ну, и, в общем, там самая масса, самая большая масса различных пересечений. И, таким образом, нам очевидно, что и еда сама по себе не просто еда, она еще и имеет связь с каким-то внутренним содержанием нашего организма или мироустройства. Так и наши заболевания это не просто заболевания, а тоже нечто большее. Ну, в общем, в Средневековье эта мысль как бы и в Европе в медицине преобладала. И поэтому я и интересуюсь истечениями. То есть, с одной стороны, кажется, ну, таким довольно грубым сравнением женских как бы природой обусловленных истечений и мужских, ну, нам говорят, что окей, мужские, поэтому надо проверить, потому что они не норма. Но все равно странно, да, что они ставятся в один ряд. и кажется, что могло им придаваться тоже какое-то значение, что это, ну, условно, человек себя неправильно вел, черта характера у него такая была. То есть, все же могут там как-то вот вступать в какие-то неконтролируемые половые связи, но у кого-то это там появляется, не появляется. И интересно, вот таким как бы незапланированным вещам тоже придается такое значение. То есть, я способен, пусть истечением, любым другим заболеванием, то есть, ну, кто-то заболел, кто-то нет, как-то характеризуется это там особенностью человека, либо какой-то волей Господа. Не, ну да, безусловно, это понятно, что там будет, причем это будет, не обязательно будет связано с половыми связями, а также, как, например, у нас прокаженный. Прокаженный наказывается, как бы, ну, в магнической литературе наказание прокаженного, это за злословие. Злословие влечет проказу, исходя из истории с Мириан, которая оговаривала там Моисея. Точно так же, вот в этом трактате Мишны, Завим, ну, и вообще в Талмуде в разных местах, где речь об этом заходит, там, безусловно, будут какие-то соответствующие причины, да, тех или иных заболеваний. Они будут не обязательно связаны с беспорядочной половой жизнью, кстати говоря, да, то есть это, они могут быть связаны и с чем-то другим. Но я сейчас просто не помню, что там и как, но, безусловно, этому будет придаваться какой-то смысл, потому что и то, и другое, да, причем все вот эти вещи, они, как я уже сказал, связаны с областью смерти, да, точно так же, как и прокаженный, прокаженный же тоже становится нечистым. Получается, что злословие его ведет к вот этой границе между нашим миром и миром мертвым, да, то есть он как бы оказывается ближе к миру мертвых. И точно так же человек с истечениями, он тоже оказывается ближе к этой границе, а в силу чего это уже как бы понятно, что здесь могли бы быть какие-то характеристики тех или иных вещей, почему это происходит, да, так же, как просто злословие. А если поднимать этот вопрос на уровень отделения, да, то есть кто-то вот, ну, мы проходили еще про то, с какими болезнями там что-то можно делать, с кем-то нет, если это врожденный какой-то дефект, то это одно, если приобретенный, другое, и человек тоже там отделялся, то есть по негативному принципу. У нас здесь сейчас в основном ну, грубо говоря, позитивное отделение, то есть жена становится женой, либо народ Израиля становится избранным, а глупый вопрос задам, то есть почему народ Израиля? В случае с женой я ее выбрал, да, ну, там понятно, что и в писании, и в другой литературе масса обоснований, почему народ Израиля, и мы их знаем, но читая их все равно хочется спросить, нет, а все-таки как бы, ну, почему как бы условно там в ДНК мироздания именно народ Израиля? Ну, Талмуд на это отвечает достаточно просто и часто звучит в Талмуде, что на самом деле Тора была предложена всем народам. Народ Израиля в последнюю очередь как бы получил это предложение, и единственное, кто не отказался. Это именно в Талмуде так объясняется? Да. То есть в каком-то смысле, если на уровне вот этих взаимоотношений мужчина и женщина, да, то есть опять же и тоже в Талмуде, вообще-то говоря, женщина, да, нареченная Бога, это человечество, конечно, да, это человечество, которое должно к нему вернуться. у нас это не раз в Талмудической литературе как бы всплывает, да, человечество в целом возвращается к Богу или в Эдемский сад и так далее. Поэтому нареченная Бога, его Матрона, которую он выгнал из дворца, это мы разбирали как раз этот фрагмент, это человечество в целом. Но с другой стороны, опять же, да, как я уже сказал, вот эта символика, она всегда является неоднозначной. То есть с одной стороны, можно сказать, что женщиной Бога является все человечество, а с другой стороны, можно сказать, что народ Израиля является его женщиной. Но это мы видим в пророческой литературе, не обязательно даже в Талмуд ходить. В каком смысле? В том смысле, что она ответила на как бы его ухаживание. Он ухаживал, вообще-то говоря, за человечеством в целом. Но ухаживание за человечеством в целом ни к чему не привели. Тогда получилось в каком-то смысле разделение. Грубо говоря, рассыпалась эта самая женщина на многие составляющие. И одна из составляющих, которая, вообще-то говоря, в конце-то концов должна привести к тому, что возникнет снова эта цельная женщина, является вот этой самой нареченной. Ну, в жизни грустная ситуация, когда мужчина ухаживает за многими женщинами и берет в жены лишь по принципу того, что она согласилась. Ну, в жизни, да. На уровне символики. В общем, вот так примерно. Ну, мы увидим это, я же говорю, мы только начали этот рактат. Ну, и уже здесь не так уж много, на самом деле, да, с одной стороны этих символических рядов. Основная сложность в том, что они накладываются друг на друга, и иногда возникает вот такой вот путаница или, да, когнитивный диссонанс из-за того, что ты на что-то сможешь проецировать какие-то вещи, а на что-то нет, да, то есть из вот этих взаимоотношений, да, народ Израиля, земля Израиля, женщина, мужчина, народ Израиля ухаживает или земля, вроде бы как земля, да, но она должна стать женой. Народ Израиля должен за ней ухаживать, его ухаживание, в общем, это война, мы видели про войну, да, вот война, война, это дело вроде бы мужчины, но война в данном случае за что? В том числе и за женщину, да, то есть Талмуд очень насыщен вот этот начало трактата, оно очень насыщено, поэтому мы каждый стих вскрываем, смотрим его контекст, потому что насыщено чем? Насыщено векторами определенными, да, понимание того, что же из себя представляет репрезентация вот этого акта, когда мужчина, вступает во взаимоотношения с женщиной, это может быть репрезентация разных концептов, так сказать. Понял, спасибо, постараюсь не забегать вперед. Нет, нет, это нормально, забегать вперед можно, даже нужно. Следующее занятие 28 февраля у нас, Марина спрашивает, пропадает или нет. Марина, наверное, спрашивает, потому что 28 февраля у нас презентация фильма о Соломоне Маймоне, возможно, я не поеду туда, у нас будет занятие, я не знаю пока. То есть 28-ое действительно немножко под вопросом, но скорее, скорее, да, мы обговорим еще с Натаном этот момент. Но если что, мы, естественно, предупредим. Ну, всем счастливо. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо.